Вспоминая старые обычаи и жизнь ингушей, рукодельница Петимат Доскоева неторопливо раскладывает свои работы. Плотки бабушка вяжет в основном из шёлковых нитей, редко пользуется синтетическими материалами. В коллекцию Петимат работы разных размеров и цветов, от яркого белого до строгого чёрного. Вот так целые дни и даже месяцы уходят у Петимат Доскоева, чтобы изготовить очередной платок. Нитки, а главное усидчивость и желание возродить старинное ремесло, придаёт силы работать, признаётся бабушка. Для неё это больше любимое хобби, которому она старается обучить и других по мере возможности. Для Петимат всё началось со старинного маминого платка, который достался ей по наследству. Бабушка проносила его более полувека, а до этого ещё несколько ингурских женщин. Сейчас семейная реликвия – экспонат Ингурского краеведческого музея Назрани. По словам Петимат, этому платку около 150 лет. Рукодельнице предлагали продать шаль за внушительную сумму, но она отказалась. Говорит, что нет ничего дороже памяти. Говорит, что нет ничего страшного, и украшения без тех, кто не может сказать. И выгоду в том, что умер. Свои достижения Петюмат и ее родственницы представили на шестом экономическом форуме «Деловая ингушетия», который прошел в конце сентября. Стенд ингушских рукодельниц посетил глава региона. Махмуд Али Калематов был удивлен работе мастериц и тронут подарком, который ему преподнесли. Спасибо за просмотр! Инструмент для вязания пятимат взяла в руки более 60 лет назад. Когда ей было 14, она связала свой первый платок. Этому мастерству пятимат обучала своих родственниц. Ее дочь тоже стала мастером, рукодельницей. А единственный платок, с которым бабушка не расстается ни за какие деньги, это работа ее сына. Хавагагиева, Муслим Ганиев, Мухаммед Белакиев, Новости 24.